Этот кроссовер Geely NL3 только вчера сошел с конвейера. Прежде чем обзавестись собственным номером и покинуть родной завод, он проходит настоящую полосу испытаний на территории предприятия. Опытный водитель-испытатель тестирует все функции нового автомобиля, проверяет его поведение на тестовой полосе с искусственными неровностями и скоростном участке. Малейшее отклонение от нормы, и кроссовер вернется в цех PDI, где его тщательно проверят высококвалифицированные специалисты, а затем снова отправят на трассу сдавать экзамен. Так происходит с каждым новым автомобилем марки Geely. Инвестиционный проект по сборке легковых автомобилей стартовал в 2011 году после подписания меморандума о сотрудничестве между Министерством промышленности Республики Беларусь и китайской компанией Geely Holding Group. Он стал одним из крупнейших китайских инвестиционных проектов Беларуси. В марте 2015-го между Борисовым и Жодино началось строительство нового СКД-завода для производства автомобилей по полному циклу, включающего сварку, окраску и сборку. Площадь предприятия составляет 118 гектаров. Через два года после строительства в ноябре 2017-го состоялся официальный пуск в эксплуатацию нового завода. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 330 миллионов долларов. Итак, как устроен этот промышленный гигант? Комплектующие для будущих автомобилей прибывают в Беларусь морским путем из Китая через литовский порт Клайпеда и транспортируются на центральный склад логистики. Процесс создания автомобиля начинается со сварки моторного отсека и основания пола. Далее сваренная конструкция транспортируется на специализированных тележках на главную сварочную линию. На главной сварочной линии 26 сварочных роботов Кука в автоматическом режиме осуществляют сварку кузова будущего автомобиля. Эта линия предназначена для сварки трех моделей кузовов без дополнительной переналадки и именно роботы осуществляют основной объем сварочных работ. На выходе получается идеально сваренный кузов. Стопроцентное качество работы обеспечивается за счет применения современных адаптивных сварочных систем Bosch Rexroth. Они корректируют процесс сварки в режиме реального времени и обеспечивают надлежащее качество каждой сварочной точки, автоматически определяя режим сварки для различной толщины металла. Данное предприятие является стратегически важным партнером для компании Bosch в рамках программы локализации производства. Оборудование компании Bosch, используемое в производстве автомобилей, гарантирует высокое качество и надежность этих автомобилей. Успешное сотрудничество белорусских, китайских и немецких специалистов в рамках этого проекта позволит выпускать автомобили, соответствующие требованиям мирового стандарта. После главной сварочной линии кузов отправляется на линию регулировки протяженностью 106 метров. Здесь происходит ручная сварка в среде защитного газа, где операторы усиливают кузов дополнительными точками сварки. Затем на сваренный кузов устанавливают двери, капот, крышку багажника, осуществляют регулировку зазоров. При регулировке дверей на них крепится груз, который имитирует вес деталей в сборе, то есть с дверной картой, стеклом и электроподъемником. В конце линии в специальной световой камере рабочие устраняют дефекты на поверхности кузова, а в случае невозможности устранения выявленных дефектов он снимается с линии. Затем кузов чистится специальным пылесосом, и специалист службы качества дает заключение о его надлежащем качестве. Сваренные кузова поднимаются в зону временного хранения, а оттуда по галерее направляются в цех окраски, где установлен особый режим чистоты. В цеху сварки есть отдельное помещение с особым микроклиматом, где находится уникальное оборудование – координатно-измерительная машина «Хексагон». Она проверяет геометрические параметры сваренных кузовов, тестируя до 2500 сварочных точек, и совпадение должно быть не менее 95%. Цех окраски является самым большим среди производственных цехов и всех зданий завода. Общая площадь, включая цех окраски пластиковых деталей, составляет порядка 40 тысяч квадратных метров. Из галереи, соединяющей цех сварки и окраски, готовый кузов идет в ванной предварительной подготовке и катафорезного грунтования. После сушки он герметизируется, грунтуется и наступает самый зрелищный этап работы. Кузов покрывается базой, то есть краской с определенным цветом, и лакируется. Далее почти готовый кузов полируется вручную, и после линии воскования, то есть нанесения антикоррозионного состава в скрытые полости, он отправляется на финальный конвейер в цех сборки. Тест на коррозионную стойкость на новом предприятии производится по стандарту Вольво. При подготовке к окраске рабочие наносят герметик на кузов. Основные работы осуществляются немецкими покрасочными роботами Dür на основе красок марки BISF. Кузова окрашиваются по современным стандартам экологически чистыми красками на водной основе. Проект был завершен в очень сжатые сроки. Когда наш концерн в 2016 году был номинирован в качестве поставщика, я подумала, «А сможем ли мы справиться со своей задачей?» Я рада, что у нас получилось. Основным, если можно так сказать, вызовом в работе стало налаживание межкультурной коммуникации. На предприятии работают коллеги из Беларуси и китайские специалисты. К ним добавились наши российские и немецкие коллеги. То есть в проекте у нас была команда из четырех стран. В итоге все мы прекрасно с этим справились. Вручную лакокрасочное покрытие наносится только на подкапотное пространство. Дверные проемы и внутренние поверхности багажного отсека. Материалы для подготовки поверхностей, клей, герметики, антигравийные составы поставляет немецкий концерн «Хенкель». После стадии лакировки машина проходит через печь, а затем следует на линию полировки. Здесь рабочие устраняют мелкие дефекты и царапины, оставшиеся от предыдущих этапов. Цех окраски мелких пластиковых деталей соседствует с основным цехом и служит для окраски бамперов и других пластиковых комплектующих. После цеха окраски кузова проходят воскование, которому, учитывая наши климатические условия и постоянную влажность, уделено пристальное внимание, а затем поступают по галереи в цех сборки в зону временного хранения. В цеху сборки находятся конвейеры интерьера, шасси, окончательные сборки, а также линия регулировки, участки под сборкой приборной панели, двигателя, дверей, бамперов и колес. Окрашенный каркас спускается на первый этаж на линию интерьера. Здесь рабочие отсоединяют двери, которые транспортируются на линию по сборке и осуществляют сборку салона автомобиля, устанавливают шумоизоляцию, прокладывают жгуты электропроводки, собирают приборную панель и вклеивают стекла. После того, как салон собран, автомобиль через второй этаж отправляется на линию шасси. Здесь на него устанавливают двигатель, трансмиссию, бак, задний мост и колеса. Затем рабочие производят проверку на герметичность топливной системы. На сборочном конвейере задействованы промышленные электрические инструменты Atlas Copco, шведского производства. Они осуществляют весь сборочный процесс. Если винт недостаточно закручен, программа подает сигнал, загорается красный извещатель и операция не считается завершенной. После линии шасси кузов перемещается на конвейер окончательной сборки. Здесь осуществляется подключение электропроводки, устанавливаются аккумуляторные батареи, фары, бампера, передние и задние двери, сидения, а также происходит заправка автомобиля необходимыми техническими жидкостями. После этого специалисты они прошивают электронные блоки управления, осуществляют регулировку замков капота, крышки багажника и дверей. В конце финишной линии уже готовый автомобиль проверяется на качество сборки, внешний вид и отправляется на линию регулировки. На ней, как видно из названия, регулируется угол установки колес, свет фар, тестируется работа тормозной системы и проверяется соответствие скоростных характеристик показанием приборов. После линии регулировки автомобиль уезжает на испытательный трек и в случае отсутствия замечаний перемещается в цех PDI, где проходит испытание в дождевальной камере. В ходе этой проверки на герметичность водитель-испытатель следит, чтобы внутри салона не было никаких утечек. Если все тесты сданы на отлично, автомобиль готов к эксплуатации. Добро пожаловать на борт! Автомобили марки GILLE белорусской сборки сертифицированы согласно требований технического регламента Таможенного союза. Все они имеют высокую оценку. 4 звезды безопасности из 5 возможных. С первым нажатием кнопки запуска двигателя ваш GILLE оживет и будет готов покорять с вами новые горизонты и совершать новые открытия. Итак, мы с вами присутствовали при рождении этого автомобиля. Еще сутки назад его собирали на конвейерах в цехах промышленного гиганта завода Белджи. И теперь все его сотрудники могут гордиться собой, зная, что они внесли свою лепту в создание именно этого высокотехнологичного, современного и стильного автомобиля марки GILLE. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...